я думаю что разрабатывали игру психологи я наверно думаю что больше художники разработали какие-то ну довольно творческие люди и психолог не может быть творческим человеком конечно может в этом мире может быть все почти привет youtube с вами кристина и роман и сегодня мы поделимся с вами впечатлениями об игре париж город огней и немного расскажем как не играть и так ну и прежде чем мы начнем поставьте лайк этому видео подпишитесь на наш канал чтобы не пропускать видео о настольных играх и не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропускать дальнейшие наши видео да ну а мы начнем начнем мы наверно с мнения и конце мы расскажем как играть в этом как это играется давай в общих чертах об игре это дуэльная игра на двоих больше количеством людей здесь поиграть не получится она наверное на пространственное мышление немного и выкладывание как раз таки фигура по вот этому пространству как у тебя вообще впечатление об этом игра мне понравилась данной игре мне нравится что она позволяет развивать пространственное мышление логическое мышление игрушка на построение геометрических фигур то есть если это взрослый человек то понятно что это просто развитие если это ребенок то наверное это очень здорово повлияет на формирование мышления логического я просто даже помню что когда я поступала в школу будучи маленьким ребенком нечто похожее мне давали в тестах при приеме в школу я думаю что разрабатывали игру психологи не честь окей я наверно думаю что больше художники разрабатывать ну довольно творческие люди и психолог не может быть творческим человеком конечно может в этом мире может быть все почти твое мнение как тебе игра микро в целом понравилось мне есть некоторые негативные но удивление моменты что тебе не нравится что мне не нравится ну например некоторая интерпретация вот этих карточек неё нету подробных примеров правила и многие люди могут по-разному в это играть на самом деле я прям наткнулся на другие обзоры посмотрел несколько восплеев после того как мы с тобой наиграли здесь партий я увидел три вариации игры там открытки далее тяжело адаптироваться но это не относится не к разработке игры а если вы играете допустим 5-6 партий поиграли одним цветом как только вы на следующий день поменяетесь у вас будет в голове прям дикий хаос потому что вы будете подставлять пытаться под другой цвет приукнуть к этому очень трудно на самом деле это не к разработчикам это как раз таки и правда да да абсолютно соглашусь потому что как раз таки инициатива поменять цвет исходила с моей стороны и чем я руководствовалась когда я это предложила как раз таки тем что я допустим уже привыкла к одному цвету и достаточно просто и легко играть когда ты уже привык цветам то есть что тебе нужно то есть у тебя полностью направленность одна когда ты вводишь себя в стрессовые условия и когда ты меняешь что-то то как раз таки играть интереснее потому что ты более собран и ты должен следить и думать о каждом своем шаге в мире я видел такие удивительные отзывы как трудно иногда понять как и куда представляют сами фигуры ну это во первых дело практики и вторых ну действительно игра как раз и развивает вот этот навык чтобы ты пространстве мог нащупать какое-то здание очевидный плюс мы при распаковке сказали это очень красивое художественное оформление что еще мне нравится в этой игре это то что фигурки устроены таким образом что ты не можешь отзеркалить то есть вот таким образом ее не разместишь и при построении игрового поля тебе стоит еще учитывать направление расположение этих фигур это тоже большой плюс еще один огромный плюс этой игры в том что ее можно абсолютно спокойно брать с собой в дорогу и даже если вы летите в самолете на двух столиках пассажирских можно вполне спокойно разместиться и и сыграть партию другую это я считаю тоже огромный плюс очень большой плюс то игровое поле прям самой коробки у него еще не такие уж сложные правила разобраться как играть будет легко есть еще один плюс интересный это то что сложность и конфликтность игры регулируются самыми игроками то есть вы можете при выставлении тайлов сделать так чтобы он не смог это построить либо к во второй фазе вы будете выстраиваться на общей территории так чтобы он именно не смог построить и это будет обычно мы с тобой так делаем как раз каркасоне да да у нас это в каркасоне очень сильно проглядываются если вы не хотите вот настолько сильно конфликтно играть у вас все равно будет конфликтность но можно ли свести к минимуму это когда кто-то там под себя строит кто-то по 2 игрок под себя нашла спой был построен по второму как раз таки принципу то есть жесткой конфликтности каждый преследовал свои интересы но тем не менее был спорный момент в деле я успела вперед и заняла при том что я сразу видела что роман себе построил и он полностью выстроил своими тайлами для меня фигура которую я увидела я просто ее вперед него туда поставил и все и тем самым как раз таки немножко изменила ход его планов эта игра постоянно заставляет вас думать вы сейчас либо там поставите здание либо если вы его не поставить вам нужно какую-то открытку в другой вариант ее возьмут и ты не успеешь построить в балансе этого всего этим и крайне интересно с какими бы играми которые ты играл который у тебя есть опыт это сравнила я наверное озвучу сейчас твои мысли потому что мне кажется что первая часть игры это как раз таки каркасон да все верно вот ну а вторую часть вот у меня некоторое такое деление больше наверное это все таки и лос строишь город для получения каких-то очков и тебе нужно продумать расположение которое тебе принесет в дальнейшем больше победных очков то есть тебе нужно расположить фигуры не просто так чтобы они были рядом но и помимо всего прочего еще так чтобы рядом с ними было как можно больше фонарей я бы игру разделил не на 2 фазы как описано в правилах она 3 1 фаза это как раз фаза похоже на каркасон это выставление тайликов вторую фазу я бы визуально сравнил бы с пэтчворком это такая тоже дуэльная игра семейная да ну визуально у нее там тоже там лоскутное одеяло там своих еще что все такое понятно что-то из кусочков так мне на самом деле отдаленно напомнила это тикиту райт именно в том плане что вам нужно ну там тоже занимаешь карту расстраиваешь этот не так чтобы вот-вот похоже но духовный наследник я бы сказал что это вот как раз как к сон плюс там какой-нибудь и имеешь ввиду последняя фаза когда начинаешь занимать ту или иную территорию на карте то есть тебе нужно успеть да успеть даба построить так чтобы именно вот общих полей это сильно отличается конфликтность до появляется конкуренция плане того кто первый там простроить тот или иной маршрут в данном случае дома 3 фаза здесь это подсчет очков и мне кажется это немного скучновато иногда слишком путано ты начинаешь вот там путаться нету никакого счетчика потому что он был очень понадобился здесь то есть возможно отдельным приложением счетчик включите насчитать себе и оппоненту это будет нормально просто пока мы подсчитываем одно второе третье забываются предыдущие можете даже в нашем вот своей посмотреть мы там когда подсчет или забыли число откройте букву р давай расскажем как играть в эту игру предлагаю сделать это кратко лаконично если нужно более детально то в комментариях под этим видео задавайте вопросы если интересуют какие-то детали мы ответим начнем с компонентом у каждого игрока 8 тайлов которых надо будет перемешать есть 7 вот таких труб ну точнее это дымоходы наверно дымоходы майки да и 4 жетона действия помимо этого для игрового поля есть вот такие фигуры из которых мы будем строить кварталы и собственно разные бонусы которые прилагаются к открыткам суть самих открыток расскажем когда будем рассказывать про второй этап игры чтобы у вас было по таймингу понимание поэтапное понимание того из чего состоит игра пошагово для подготовки вам потребуется 8 открыток в правилах сказано какие базовые плюс есть несколько дополнительных первая фаза это выстраивание на игровом поле тайлов либо забор фигур которые в последующем составит кварталы каким образом происходит выставление тайлов на игровом поле есть разметка под каждый тайлик выходить за эти пределы и соответственно не получится потому что игровое поле ограничено в свой ход игрок будет поднимать верхний тайл и определяет нужен ему сейчас выставить этот тайл либо взять какой-нибудь домик так проходит первая фаза когда у вас уже распределены кварталы и полностью заполнена игровое поле начинается вторая фаза игры первый кто закончит и выложит последний тайл тот во второй фазе будет первым все верно и следующий этап это как раз таки расположить на игровом поле вы можете сделать это заранее 8 открыток у каждой открытки есть свое обозначение свое действие в классическом исполнении этой игры я так понимаю что вот это базовый комплект для старта игры каждая открытка олицетворяет одно из дополнительных уникальных действий которые можно использовать один раз за партию вы свой ход занимаете ту или иную открытку путем выкладывания вот этих четырех тайлов на ту или иную открытку которую вы хотите за собой оставить либо выполнить при этом вы не обязаны выполнять открытку на самом деле если вам нужно заблокировать именно эту открытку своему оппоненту то вы можете выложить перевернуть и собственно открытка учитаться использованный само действие выполнять не обязательно и так значение каждой из открыток если мы говорим про открытку которая ближе всех ко мне это расположить на игровом поле дополнительное изображение фонаря что принесет вам большее количество победных очков при этом важно что расположить можно только на свой цвет на своего поля вторая открытка это поменять свой тайл на тайл свободный из общего пула то есть какой-то момент у вас будут лежать у вас и останутся несколько тайлов несколько домиков там вы можете положить жетон и поменять на любой другой следующее действие это возможность заменить одну клетку соперника на клетку нейтрального цвета для того чтобы построить ту или иную фигуру необходимую именно для вашего квартала следующий это если у вас остались неиспользованные дома в конце собственного партии вы можете использовать эту открытку и вы не потеряете 3 очки если у вас остались дома без этой открытки то вы теряете 3 очка за каждой непостроенный дом следующая открытка это открытка с садом я бы не назвала это садом которую вы располагаете на игровом поле опять-таки на клетках своего цвета это здание аналогично обычному зданию просто занимает два клетки то есть сколько фонарей на него светит столько очков вы получите флигель построить флигель можно приложив к вашему зданию и расширив его то есть просто продлеваете свое здание вы так можете дотянуться до какого-то определенного фонаря если мы говорим про следующую открытку то мне кажется это как раз та открытка которая вызвала противоречия и которая трактуется каждый раз по разному как поняли ее мы как мы ее играем это возможность построить любое ваше здание если есть необходимость то при этом при постройке занять одну клетку с фонарем то есть перекрыть один фонарь вот при этом все остальные клетки должны быть либо вашего либо общего цвета еще одна открытка это выставить художника он получает два очка в конце игры за каждый фонарь в его области при этом его область определяется таким способом что ограждается только краем поля либо другими зданиями он смотрит на открытую площадь что-то рисует и получает очки вот таким вот образом бегаю расскажу про остальные это это вы выставляете памятнику на открытке собственно нарисовано что она должна находиться в открытой площади на вашей клетке и если ни одна клетка не рядом с ним не будет заполнена вы получаете очки согласно указанному количеству очков собственно открытки далее есть супер фонарик вы заменяете обычный фонарик вот таким большим и он светит дальше собственно как он светит нарисовано на самой открытки далее фонтан после установки фонтана каждое здание прилегающие к нему каждая приносит три очка по три очка и мулен рушь это танцовщица она должна быть расположена на открытой площади вы поставляете ее на свою клетку и каждая незанятая клетка приносит одно дополнительно 1 очка да то есть работает в принципе как художник но просто ей нужно больше больше пространства ей нужно пространство а не фонари на этом все спасибо что досмотрели нас до конца если вам понравилось это видео еще раз ставьте лайк подписывайтесь на нас не забываем ставить колокольчик и ждем следующее наше видео но самое главное если хотите нас поддержать кидайте деньги монитор пока